Добрый день! Сегодня 6 апреля 2024 года, суббота, город Харьков, на улице плюс 13. Сейчас на улице переменная облачность, без осадков, с небольшим прохладным ветерком. Солнышко сегодня встало в 6 часов ровно, зайдет солнышко в 19 часов 15 минут, долгота дня сегодня 13 часов 15 минут. Ну что, у нас как-то похолодало, все-таки не очень-то приятно, но сегодня днем нам обещают до плюс 17 градусов, ночью будет до плюс 6 градусов. Днем ожидается небольшие осадки в виде дождя, ветер 2 метра в секунду, влажность 45%. Всем добрый день! Погоду вы нашу увидели. У нас достаточно сегодня прохладно, и в доме прохладно, и на улице прохладно. Как вы видите, я одета в кофточку, ну как-то сыровато. Мы еще как-то более-менее вроде как себя чувствуем, но еще не выболелись. Хотя голос в принципе, в принципе у меня уже восстановился. Немножко хрипит, но ничего, дело на поправку идет в любом случае. Подкашливаем все, но температуры у нас нет. Вот, ну сегодня обычный субботний день. У нас сегодня много работы, в том числе и нужно выпаливать веточки, нужно помогать Поле с уроками. Сегодня тоже буду сидеть, что-то сделает Поле, что-то сделаю я. Расскажу, объясню, покажу, потому что надежды на наших учителей никакой нет. Вот, ну и так по дому текущие дела, которые необходимо делать. Сегодня я вспоминаю своего папу, потому что сегодня его день рождения, и сегодня ему бы исполнилось 70 лет, но папа не дожил. Умер в прошлом году, поэтому у меня, вот что дата смерти мамы, что дата смерти папы, что дата их рождения, это теперь как пунктик каждый год вспоминать. Потому что без родителей тяжело. Вот, все-таки папа какие-то дельные советы давал, хоть и жил отдельно от меня. Ну, вот так вот получилось, то, что получилось. Я вам скажу, знаете, наверное, избитая фраза, но тем не менее, пока живы родители, мы дети. Когда родителей нет, мы уже сами родители, мы взрослые люди. И вот насколько можно, нужно как-то все равно, если есть родители, поддерживать с ними отношения. Хоть какие они не были бы. Вот, хотя я вам скажу, часто бывает, накидывая такие, знаете, у меня воспоминания о маме, о папе. Вот, что-то хотела бы сказать, но уже не скажешь никому. Вот, иногда хочется поговорить, ну, как вы понимаете. Поэтому, честно, цените, пока родители живы. Потому что потом становится грустно и обидно. Вот, ничего не можешь сделать, к сожалению. Это жизнь, как бы не банально это звучало. Но, я же говорю, цените то, что имеете на данный момент. У меня уже родителей нету. Это очень тяжело и больно. Но, знаете, вот говорят, время лечит. Нет, не лечит. Не лечит. В этом году не будет, вот уже сколько, 13 лет, как мамы не будет. Знаете, за эти годы, да, я, конечно, привыкла, там, самостоятельность и своя семья. И все. Но иногда хочется поговорить с мамой, а не получается. Поэтому, ну, те, у кого родители есть, хотя бы кто-то один остался. Вот, позвоните родителям, спросите, как дела, маме или папе, или обоим. Потому что потом захочется, а некому позвонить и что-то спросить. И вот так вот, как говорится, на годовщину смерти или на годовщину дня рождения будешь сидеть и вспоминать. И это очень больно, ну, ничего уже, к сожалению, не сделаешь. Честно скажу, я сегодня, ну, несмотря на хозяйственные вопросы, я сегодня морально отдыхаю. Потому что вчера я сделала видео, рассказала, что нам говорили в ЦНАПе. Это отдельное видео, там оно большое. Вы уже извините, как получилось. Я сегодня просто морально отдыхаю. Потому что, правда, нервы мотают конкретно. Просто конкретно. Потому что они считают, что они власть имущие. И можно на обычных людей, скажем так, прикричать где-то, повысить голос. Хотя работают они для нас, для людей и получают деньги из бюджета. Ну, в общем, я вчера была до такой степени расстроена в таких очень разных чувствах. Почему такое отношение? Почему? Ведь мы налоги платим. И, ну, я не понимаю этого отношения. Понимаете? Ой, сколько мне еще в этом месяце придется поездить, чтобы просто потом ребенку оформить паспорт. В общем, беспределье. Беспределье творится. Еще раз повторюсь. Я считаю, ЦНАП абсолютно бесполезной организацией. Вы знаете, я решила, если вот все я в эти все круги ада пройду, вот это сегодня встало утром и думаю, это самое, если, если они опять найдут какую-то причину отказать в принятии документов ребенку, то я буду вынуждена написать жалобу. Написать жалобу я знаю куда, как говорится, потому что это уже беспредель, я уже другого порядка не знаю. Ну, будем надеяться, что 8 мая этого года у Полины примут документы на паспорт. И ребенок, наконец-то, возможно, летом получит свой первый документ. Хотя нервы в нам при этом помотали добряче уже. И сколько еще помотают. Сегодня мы решили затопить свой твердотопливный котел. У нас остались веточки. И в доме сейчас достаточно прохладно, где-то плюс 16, очень сыро. А у нас веточки, смотрите, какие. Не обышу. Смотрите, это ветки с боярышника, с огромными шипами. Посмотрите, конечно, их оставлять не надо. Самый лучший способ это вытопить в котле. Правда, сидеть приходится, но Андрюша мне носит сюда веточки, а я сижу топлю. Ну, а куда деваться? Надо поднять хотя бы немножко температуру. Пока у нас есть электричество, мы включили насос, чтобы разогнало немножко систему. Ну, вот так вот. Терпение, конечно, нужно колоссальное, но ничего другого нам не остается, поскольку газ сейчас достаточно дорогой. Ну, а веточки, веточек, я вам показывала, сколько у нас. Ну, и после этого, после сжигания всех этих веточек, получится обалденно классный, идеальный пепел. Также я сюда набрала специальную бочку. Это я обрезаю постепенно свои розы. И все эти обрезки, колючки, выбросить куда-то это бессмысленно, оно будет все равно колючее. А выпалить самое то. И смотрите, разные, разные по диаметру, по размеру эти все колючки. Так что на веточках, веточках боярышника колючих, обрезках роз, вот так мы протопим дом. Дешево и сердито. Я, честно скажу, не могла не поделиться вот этой вот красотой. Вчера, когда мы с Полиной ездили в город, проходили мимо одного здания по одной улице в Харькове и увидели вот такую вот красоту. Я достала смартфон и сразу стала снимать. Очень мне понравилось. Это так все реалистично было на стене одного здания. Просто красота. Не могу передать. Ну что, красоту увидели. Я же, я была вчера просто... Такое было впечатление у меня вообще. И Полина снимала, и я снимала. Ну, в общем, молодцы. Кто это нарисовал? Правда, красиво. Сегодня я вам готовку не покажу. Мы только собираемся там делать. Вот это вот заморочились мы с этими веточками. Потому что надо. Поэтому пока немножко там перекусили. Но это такое. Такое не показывает. Так что готовка, я думаю, переносится на завтра. Я имею в виду то, что я покажу вам. А готовить мы будем, конечно, сегодня. Сегодня у нас, ну, пока, по крайней мере, не выключали свет. И это замечательно. Это прекрасно. Хотя бы отдохнем. Потому что очень как-то так, не очень классно без света. Вот. Но будем надеяться, что, может быть, в субботу-воскресенье нам выключать свет не будут. Потому что хотя бы в выходные дни отдохнуть от этого отключения. Ну что, всем сегодня хорошего дня, солнечного, теплого дня, мирного дня. Хорошего дня. Потому что, знаете, вот я не зря вот это все говорю. Потому что надо это проецировать во Вселенную. Может быть, высшие силы нас услышат и пошлют нам это все. К тому, что направят нам это все. Потому что очень хочется мира. Я думаю, все меня поддержат. Хочется мира и спокойной, спокойной, мирной жизни. Понимаете? Это самое главное и основное. Все остальное, все можно заработать. Так что, всем сегодня классного и хорошего дня. И хорошего настроения. И всем пока, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok